Я когда эту встречу предлагал, я вообще видел ее не как то, что будет какой-то человек или два, который расскажет что-то невероятное, а потому что мы как раз обвиняемся опытом, потому что мне из предыдущих наших разговоров про управление контактами показалось, что пока, ну и даже вот с тобой, когда мы в рамках курса это обсуждали, что решение хорошего, прям такого, железного и новоработанного, ни у кого нет. Какие-то подходы, кто-то как-то это делает. Сережа Космос сейчас гостил у меня несколько дней, мы этот вопрос тоже обсуждали, я поделился с ним своими мыслями о том, что вот я сейчас прихожу к новому подходу, к систематическому работу с контактами, он показал мне таблицу в Excel, огромную, огромную, которую он ведет уже давно и, ну вот, соответственно, есть люди, которые давно работают с контактами, поэтому я это видел не как то, что мы что-то расскажем, а про то, что мы все здесь, как бы будем в чате и все обменяемся, поэтому чтобы остальные участники тоже по возможности были с видео и выкатывали в диалоге. Вот. И я сказал, что в чате написал, что я расскажу про один из подходов, ну, собственно, мне попался инструмент Notion несколько лет назад, я им давно для разных целей пользуюсь, и поэтому у меня сегодня есть маленький кусочек, я начал делать маленькую табличку, но это не то, чтобы решение проблемы, это просто вот как у меня это выглядит на сегодня. Поэтому я бы хотел, чтобы мы начали с того, чтобы, там, ну, не знаю, рассказали о том, в какой стадии мы сейчас находимся в этой области управления контактами, у кого-то уже есть классное решение, и он готов сразу им поделиться. Что ты скажешь? Да, супер. Я точно там на 5-7 минут взял бы слово с ребенки и рассказал бы про свои, на самом деле, актуальные мысли, потому что у меня тоже все меняется, появляются какие-то новые инструменты, люди что-то предлагают, и у меня на самом деле есть несколько гипотез, которые я хочу внутри нашего сообщества поверить, и я там о них позже расскажу и предложу ребятам потестить. И это вот как раз про управление контактами. Окей. Тогда пока все молчат, это просто как заправка, расскажу, что как я это вижу, разгляд с моей стороны. Надеюсь, что этот диалог все-таки запустят, и мне все это пообсудят. Для меня, у меня вообще большую часть, большую часть времени управления контактами было такое неосознанное, то есть у меня просто, я встречал людей, и у меня были номера в телефоне, где-то в облаках, в почтовых, и максимум, что я делал, это я собирал их в какие-то группы, при том, у меня были группы большие. Я делал, например, там сообщество предпринимательское в Новосибирске, у меня там было 250 человек, и это всегда было головной болью, потому что было непонятно, как с этим управляться. Дальше понятно, что копились контакты в Фейсбуке, от которых там от многих после контакта, когда ты от них отписываешься, они где-то там висят, и ты забываешь, что вообще они у тебя есть. И вот сейчас, там, LinkedIn и прочее, и сейчас вот мы, я пошел на курс по нетворкингу, и мы начали обсуждать систематичный подход к работе с контактами, что есть группы контактов, круги, полезно для себя систематизировать. Я увидел, что ни базы в почте, ни базы в Фейсбуке, не дают этой гибкости, не дают построить эти вещи. Начал пробовать разные инструменты, и, по сути, попробовал два. Первый, я начал в Miro просто делать стикеры, расклеивать их и пытаться их пространственно расположить, и увидел две вещи, которые в таком подходе неудобны. Во-первых, на стикер не запишешь много информации, на стикер мало информации. Во-вторых, когда стикеров получается много, то есть у меня там сейчас контактов около 700, и работать с ними очень неудобно. Ну, то есть, если мы пробуем увидеть все поле, они становятся маленькими, и это плохо работает. Поэтому я начал искать подход, который напоминает классический CRM, где можно добавлять ссылки, можно делать связи, добавлять материал, тегировать. И пока что лучшее, что я нашел, это Notion. В Notion есть... Notion — это инструмент для командной работы. Сейчас я его покажу. Инструмент для командной работы, который объединяет в себе функциональность Wiki. Там немного есть task management, но в основном это будет для работы с документами и базами знаний. И там есть много шаблонов разных. Там есть персональная CRM, которая мне не очень понравилась. Но есть вот штука называется база данных. И я вот сейчас уже буквально несколько дней начал накидывать в нее каких-то своих знакомых. И сейчас покажу примерно, как это работает. Мне кажется, пока что, что это один из удобных инструментов. Значит, это таблица, по сути, в которой есть наборы функциональных полей. То есть здесь вот, например, есть первое имя, потом теги. И, например, одна из больших вещей — это удобная работа с тегами. Потому что просто здесь... Андрей, а ты же видел таблицу участников сообщества? Да, я видел. Я видел таблицу, и как раз я отчасти от нее оттолкнулся. Единственное, что... Ну, не единственное, а что таблица эта, мне кажется, не очень удобная, если с ней... Ну, то есть она визуальная, там фотки и карточки. Но в целом я от нее отталкивался, да. А там есть формат отображения, ты можешь из галереи в лист перейти, и так же будет список. А, ну вот, значит, просто мы сейчас, может быть, вдвоем с тобой расскажем про один и тот же формат. Да-да-да. Вот. Ну, собственно, здесь есть теги, они работают удобно, потому что ты их горячим управлением можешь создавать новые, подставлять старые, потом по ним фильтровать. Здесь есть нормальные полноценные комментарии. То есть можно писать, давать, делать ссылки, они будут отображаться. И дальше здесь удобно, что здесь есть так называемые вычисляемые поля. То есть можно, например, вот здесь, это поле, оно... Это поле с шаблоном, оно вычисляет, сколько дней прошло со времени последнего контакта с человеком, и в зависимости от того, там, если больше трех месяцев или меньше трех месяцев, может принимать разные значения и говорить, что пора с человеком встретиться. Здесь вроде бы есть еще программируемые уведомления, то есть можно, чтобы когда этот период наступал, чтобы какое-то уведомление улетало. Но можно, но пока что сейчас это так работает. То есть и по сути сейчас получается, что процесс работы с такой базой контактов состоит в том, что после каждого контакта я захожу в эту табличку, пишу сюда дату контакта и какие-то делаю заметки, предполагая, что потом мне будет легко найти людей здесь и вспомнить, и увидеть, какие теги были. Вот, по сути, сейчас, наверное, будет хорошо, если ты расскажешь с твоей стороны, как вот у вас работает, потому что ты как бы дополняешь этот инструмент, и дальше мы попробуем это как-то обсудить. Да, единственное, когда я, наверное, переключусь с телефона на ком, я минутку займет, кто там что-нибудь пообсуждающий, да? Давай, давай. Я пока переключусь. Да, давай переключусь, а я пока скажу. Ну, я уже заметил несколько не очень удобных вещей в этом, ну, то есть и несколько удобных вещей. То есть первое — это есть поиск, например, мне удобно... А, с Сережей мы обсуждали как раз, с Космосом, что самое удобное было бы хранить эту информацию каким-то образом в стандартных средствах телефона и айфона, потому что тогда их можно быстро находить, можно делать быстрый поиск. Там есть вот этот внутренний инвексатор, который может информацию подтягивать из разных источников, потому что это было бы быстро. А здесь, получается, нужно каждый раз открывать программу, это неудобно. С другой стороны, вот многие используют для работы с контактами помощников, ну, там, условно, секретарей или роботов, или людей, или как-то совместно. И вот это, с другой стороны, с этой стороны, это решение получается удобно, потому что в отличие от записной книжки телефона, ты эту таблицу можешь предоставить доступ, например, своим помощникам, и они могут его использовать для того, чтобы обновлять информацию о контактах. В этом плане, я, если что, тут... Ага, давай, я вижу, сейчас в этом плане я сразу же тебе заряжу, чтобы ты эту мысль тоже пронес, что какие интеграции автоматизированные или там доступы в работе с людьми, то есть, как мы можем использовать эту CRM, эту базу контактов в каких-то более сложных процессах, чем просто мы каждый раз перед разговором или после разговора запускаем приложение и смотрим информацию о контакте. Вот, давай, я тогда отключаю экран. Я вот сейчас открыл наш Notion, TableView, я сейчас глядеря отклоню, и, ну, в принципе, для меня это был первый прикольный эксперимент, когда мы завели участников в Notion, и это стало, во-первых, очень красиво, то есть девочкам очень нравится и некоторым мальчикам, а, во-вторых, достаточно функционально, потому что здесь есть фильтры, где можно по локейшн, отфильтровать и увидеть людей из Москвы, из Сан-Франциска, Шанхай, Омск, коллеги Ивана Орехова, кстати, Андрей. Вот, можно отфильтровать дальше по индустрии, индустрии в данном случае нашим, это теги. Причем по тегам это отдельная история, которая еще не доработана, я думаю, что в нашем случае нужно сделать какую-то стандартизированную базу тегов, ну, скажем так, наверное, нужно сделать несколько уровней, то есть, допустим, основное направление отрасль, и дальше, может быть, теги, это уже какие-то подотраслевые значения. То есть, вот такую нехрисловарь общая, я думаю, имеет смысл сделать, и, наверное, здесь добавлю только то, что в основном у нас стартап-комьюнити, то есть, я думаю, что нам нужно брать соответственно еще методологию, то есть, там, Кубтех, скажем так, Финтех, ну, в таком формате. Какие плюсы и минусы я увидел в Notion? Первый плюс, то, что это красиво, и самое классное, то, что мне очень нравится. Если мне в последнее время нужно познакомить кого-то с человеком сообщества, я просто открываю его профиль, если он заполнен, я просто шарю ссылку на него. То есть, я отправляю линк, и человеку говорю, блин, Андрюх, пообщайся с Аней, Аня классная, как бы, и ты заходишь на линк, и сразу видишь описание по поводу, что Аня, ее навыки, основной запрос, и, вообще, чем она занимается. И мне это очень сильно упростило интро. Мне не надо рассказывать, с каким человеком я буду знакомить. Я говорю, я тебе просто пришлю линк на Notion, там и контакты выводят, и так как наше сообщество, ну, как бы, есть определенный уровень доверия, я обычно даже людей не предупреждаю. То есть, я не делаю интро, я просто говорю, вот, там есть Амбрея, вот его профиль, там, напиши ему, скажи от меня. То есть, это, по сути, если говорить о вот этом сообществе, как о моей референтной группе, потому что я с каждым участником лично пообщался, и он у меня уже там во втором или третьем круге, то это значительно упростило коммуникацию с другими людьми через, как бы, знакомство, потому что, а, мне не нужно этих людей спрашивать, уточнять, хотят они пообщаться или нет, ну, по крайней мере, я так делаю, не знаю, правильный предмет. И, Б, очень легко отправлять их профиль другому человеку, чтобы он знакомился. из минусов, вот, сортировка их по тегам и по ключевым словам, мне кажется, пока не проработана. То есть, поскольку, когда у нас было, там, 40, 50, 60 участников, можно было всех пролистать и просто посмотреть, в каких компаниях работают теги. Но сейчас вот их стало, там, под 90, и я думаю, что в марте, ну, точно 100 перевалим, 100 с чем-то будет. И уже появилась потребность искать людей по тегам. Но поскольку я с каждым пообщался, и они у меня в голове протегированы, мне проще вспоминать. Но я понимаю прекрасно, что, как бы, если я использую эту таблицу не для того, чтобы знакомить с людьми, а мне самому с ними знакомиться, то, конечно, какой-то поиск по тегам нужен. Да, вот здесь есть какие-то вопросы, комментарии? Ну, у меня нет, потому что я уже поработал с этими новшествами немного и понимаю, как это происходит. Хотя нет, один вопрос у меня есть, это все-таки подаем делание карточек. Потому что я вижу, что ты фотографии подставляешь, находишь описание. Получается, что либо тебе самому надо это сделать, либо тебе надо попросить человека дать фото. И это очень хороший вопрос, который связан с твоим комментарием по поводу того, чтобы делегировать. Если ввести эту базу, ее можно делегировать, потому что ее сейчас заполняет Дина. Дина сама связывается с ребятами, сама заполняет эти карточки. Мне, грубо говоря, не надо тратить на это время. Это очень круто. И мы, на самом деле, с Антоном обсуждали на днях некий продукт, который, возможно, появится на базе нашего сообщества. И, возможно, одним из продуктовых веток этой истории будет такой аутсорс-секретарь, который помогает тебе вести твои контакты, напоминает тебе, какие интро у тебя открыты, с кем тебе надо пообщаться, и позволяет тебе управлять своей базой хитиками. он себе кого-то с днем рождения поздравляет, где-то тебе какой-то фулл-ап кидает, в общем, помогает заполнять ее. Например, у нас еще девочка на курсе Лена, Астра есть, она говорит, я бы записывал аудио на полторы минутки после встречи, отправляла бы этому человеку, и он бы просто расшифровывал, писал, и, на самом деле, он может сформировать некий фулл-ап после того, как ты пообщался. То есть часто бывает, человек поговорил, о чем-то договорился, и потом оба продолбались. Ну, как бы, мы все занятые люди, не всегда успеваем эти вещи доделывать. А если будет секретарь, который следит и делает этих фулл-ап то, что на самом деле сейчас и происходит, я иногда Дину прошу, если я на курсе с кем-то общаюсь, и обещаю ему сделать интро, и потом пропадаю, Дину мне напоминает, ну, Паша, ты вот там поссал, с наделками. Ну, да. Ну, короче, это очень полезно, я вас обязательно сменяю часть работы смело. Вот, это то, что касается Notion. У меня есть еще один блок для обсуждений. Сейчас я найду сообщение о фильме. Вот, мы начали делать вот такой шаблончик сделали. Как мы к нему пришли, о чем он вообще. Мы были, ну, вот, я думаю постоянно над тем, как дорабатывать курс, и вот, я там опрос проводил по поводу того, сколько людей с курса познакомилось с другими участниками, и сколько интро мы сделали, ну, каждый сделал отдельно. И я понял, что, в принципе, наверное, эффективность курса можно оценить двумя, может быть, тремя параметрами. Первый параметр. Со сколькими новыми людьми за время прохождения курса я познакомился, и, наверное, их можно разделить на тех, кто находится внутри сообщества и вне. Ну, то есть, благодаря нетворкингу. Второе, сколько интро я дал участникам сообщества и, может быть, внешним людям, и сколько интро я получил от участников сообщества и снаружи. и вот если три этих параметра в разрезе внутреннего и внешнего... Так, сейчас... Сережа, а ты можешь поставить на YouTube, что тебя слышно? Вот. Спасибо. Да, соответственно, что по этим метрикам можно судить о том, вообще, человек проходит курс эффективно или нет. И дальше я подумал... Ну, и так появилась эта таблица, я решил предложить участникам, и вот я сейчас там чаки напишу, создать, может быть, даже, кстати, в Notion, после вот разного разговора с тобой, Андрей, я думаю, может быть, даже в Notion, создать таблицу, в которой фиксировать по этим параметрам сколько у меня было коммуникации внутри мне сообщества, в разрезе познакомился, получил интро или сделал ли. И к хорошему эта же коммуникация означает, что мы с ними пообщались. Ну, то есть, если мы говорим о каком-то продукте, то в нем будут две самые важные сущности. Первая сущность это люди, список людей, вот как Notion, а вторая сущность это будет коммуникация. То есть, мы созвонились с человеком, встретились, пообщались, списались, может быть, и по-хорошему, в разрезе одного человека может быть несколько коммуникаций. В зависимости от того, чем больше коммуникаций с одним человеком, тем очевидно он находится у тебя в более близком круге. Ну, и вот, соответственно, мы вместе с Антоном, мы с другими ребятами думаем на тему того, что можно автоматизировать, может быть, через приложение или через сайт, сервис. Вот эти простые вещи, которые, в конечном итоге, если логически на эту тему рассуждать еще какое-то время, приходят к тому, что надо делать некую социальную сеть по бизнес-контакту. Потому что, грубо говоря, если я один раз заполнил профиль Андрея, то когда Андрей заходит уже в приложение, у него уже этот профиль создан. И по-хорошему, как бы, комментарий мой про Андрея, это может быть один просто из отзывов, которые люди оставляют по человеку. То есть, грубо говоря, мы пообщались с Андреем, я оставил отзыв. Кто-то пообщался с Андреем, он тоже оставил отзыв. И это может, как бы, накапливаться, чем больше коннекшенов у Андрея. Ну, или у меня. И вот эта мысль, она, конечно, заряжает. Кажется, что это очень логичный шаг в формировании продуктов внутри нашего сообщества. Он будет полезен, потому что позволит людям отслеживать эффективность прохождения курса, и у людей будет достаточно мотивации, чтобы заполнять. И во вторую очередь это может впоследствии дать вот эту личную сирен, где у тебя фиксируется базовая и фиксируется коннекшен, конкретная коммуникационная, которая у тебя были с этими людьми. Вот такие мысли у нас возникли. Что думаете, ребят? Я тоже добавлю немного тогда от себя по этому поводу. По факту реально вот то, что сейчас то, чем мы пытаемся управлять, это личный список контактов. Каждый делает это для себя. И вот я увидел, что максимум, что мы для себя сейчас можем придумать, это вот некая CRM-ка в виде таблицы, будь то она внушене или в гугл-таблицах. Действительно, конечно же, хочется что-то большее, но мы видим, есть куча сервисов с базой контактов, типа базы данных, например, директоров компании или базы данных актеров, спортсменов или еще чего-нибудь. То есть не мы же одни такие и проблема как будто бы как будто бы то ли нерешаема, то ли невозможно сделать из нее какую-то такую суперисторию, где у всех будут классные карточки и они будут всем подходить. Поэтому очень много таких локальных решений на гугл-таблицах. То ли просто ее у других нет. Я вот это понять могу для себя. У меня вот сейчас, когда Паша рассказывал про вот эти две вещи, автоматизацию работы с информацией, помощников и прочее, и потом про базу, у меня две ассоциации возникло. Первое это есть в Штатах сервис называется Спасибо Тане, по-моему. Это аутсорсинг типа секретаря. или аутсорсинг в этом плане помощника. И мы как раз встречались недавно с ребятами, которые это делают и обсуждали, что у этого могут быть другие применения. И мне кажется, что есть класс здесь продуктов, просто они может быть не очень привычны нам по менталитету и не очень привычны по процессу, поэтому мы о них не знаем. про карточки у меня сразу ассоциация конечно с LinkedIn, потому что с точки зрения сети профессиональных контактов мне LinkedIn кажется неплохим, потому что там есть как раз отзывы других людей о отзывы людей друг о друге, и более того, эти отзывы систематизированы в конкретные навыки, мы можем сказать, что мы подтверждаем, что этот человек владеет хорошо этим навыком и это должно работать хорошо, поэтому я сразу подумал, а может ли этот продукт, вот сейчас о котором Паша говорил, работать как плагин или какая-то надстройка над LinkedIn, потому что мне это кажется было бы хорошим, потому что LinkedIn все-таки как инструмент деловых контактов работает, ну вот минимум в Штатах, в России он заблокирован, хотя все равно многие продолжают им пользоваться, но в других странах по моему опыту его прям часто спрашивают, то есть когда человек в деловой среде с кем-то знакомится, то его сразу спрашивают, ну там покажи свой LinkedIn. И вот если бы можно было соединить эти процессы, то есть сделать автоматизацию своих собственных контактов, где я могу понимать, сколько интро мне делают, сколько я делаю, и анализировать эту производительность, анализировать этот процесс, а потом сделать так, чтобы в процессе вот этих взаимных представлений и общений наполнялся бы информацией и рекомендациями профиль в LinkedIn, мне кажется, это было бы с точки зрения общей конечной производительности, ценности создаваемой информации было бы максимально. Слушай, ты вот сейчас говоришь про LinkedIn, и было бы интересно услышать мнение свое, ребят. Для меня LinkedIn что-то такое очень формальное, во-первых, это отличается от того подхода, по крайней мере, которым я удерживаюсь. Во-вторых, он немножко такой динозавр, что ли. Ну, то есть, вроде там так есть функционал, но user experience, как бы, но для молодых ребят. и более того, здесь как бы я может быть немножко вперед проводов забегу. Я считаю, что эта штука именно будет крутая, если она будет именно мобайл, то есть, если будет мобильное приложение, очень простое, типа там, не знаю, с чем сравнивать, ну, как бы, просто подкорненно, типа мира, да, допустим, ты на телефоне открыл, накликал, ты там, открыл компьютер, все это параллельно сделал. Может быть, еще важна визуализация. Если на уровне мобильных приложений дать еще визуализацию твоей социальной сети, это тоже может быть интересно. И вот у меня, соответственно, возникает такой, ну, вопрос или замечание, а нужно ли делать это на базе LinkedIn'а все-таки, или надо немножко, может быть, забить на этого динозавра и, наоборот, попытаться делать что-то противовесное. Ну, вот, это такой, может быть, голосовский вопрос. Поконкурировать с LinkedIn'ом в этой области мне кажется хорошей идеей, потому что, действительно, он очень похож на корпоративные инструменты, такой очень олдскульный. Но я просто говорю, что все-таки, на мой взгляд, они хорошо подумали, ну, то есть, ходив предыдущие парадигмы, и вот выделили эти навыки, позволили людям оставлять комментарии, что человек вот в этом хорош, потому что часто эта информация нужна, и ее трудно собрать. Еще вот сейчас хотел сказать, сейчас я заметил один очень крутой эффект в нетворкинге, очень важный, что, когда мы разговариваем с человеком, мы с ним знакомимся в каком-то контексте. То есть, нам его говорят, вот, например, там, я не знаю, Паша Хегай, вот, он там, типа, AR-VR. Но люди продвинутые, развитые, они часто очень разносторонние. И то, что ты, например, занимаешься триатлоном, или, я не знаю, летаешь на самолете, или делаешь еще что-то, или любишь там какого-то писателя, об этом очень трудно узнать, и ты сам часто об этом не рассказываешь, потому что, ну, как бы, у тебя много, то есть, от человека персонально это воспринимается как, у меня куча разных интересов, но я не буду навязывать все их вываливать на человека. И вот, и в моей жизни несколько раз было, что меня очень сильно двигало по жизни вперед, когда я вдруг узнавал, что там, оказывается, человек тоже что-то, вообще не относящееся к контексту, в котором мы знакомились. И у нас это общение потом очень сильно развивалось. И вот, этого точно нет в LinkedIn, потому что он такой очень корпоративно-карьерный. Вот, если бы еще этот вопрос было возможно как-то решить, хотя бы если мы образ придумали, как-то может быть решено, мне кажется, вот это, тогда сила слабых связей вот этих прям бы раскрылась. здесь, знаешь, кстати, есть какая интересная вещь, о ней Юра Левшинс говорил, вот он делает OpenLand, где в этих штатах формируют микросообщества. И возможно, что эти микросообщества будут платные. И он как раз говорил, что для каждого микросообщества можно будет придумывать индивидуальные профили. То есть, грубо говоря, если ты собрал сообщества людей, которые худеют, тебе нужен профиль по диете. То есть, аллергии, чем питаюсь, на каких диетах был и так далее. Если ты собираешь стартаперское сообщество, тебе нужен профиль, какую компанию делал, бэкграунд и так далее. И смысл в чем? Как я вижу, что, наверное, для какого-то количества людей, я не знаю, для большого или нет, важна будет сообщество. То есть, может быть, я и не против сказать, что я там люблю хайлайны, увлекаюсь триатлоном и еще что-то. Но, может быть, если бы я был Андреем Дороничем, я не хотел бы, чтобы все люди в паблике видели мой профайл и знали какие-то детали из моей жизни. Ну, то есть, чтобы эта личная жизнь сохранилась. И в этом плане история с микросообществами и профилями, которые заточены под микросообщество на базе вот, допустим, этой системы, кажется, очень интересной. И то, куда Юра Ликшин скопает, мне кажется, это перспективное направление. И мне кажется, ну, я тоже точно думаю в эту сторону. То есть, делая определенное микросообщество, можно перепрофилировать там страничку юзера и как бы делать какие-то более индивидуальные продукты внутри этого микросообщества и как раз-таки в рамках него делиться какой-то важной, полезной информацией. А на общем профиле человека показывать просто, не знаю, каких микросообществ он состоит, например, так, чтобы ты не мог видеть в деталях, показывать, допустим, сам куда-нибудь ступишь, не запрендишь в том микросообществе. Ну, вот такие идеи тоже мелькают в голове. И мне кажется, что LinkedIn до них точно не доберется от слова нет, что называется. Всем спасибо. Можно я тут ставлю небольшой комментарий? Давай. Сейчас там два, наверное. Сейчас я включу видео, что оно немножко разойдется с картин, в которой у меня на аватаре. Я так думаю. Зато всем всем привет из России. Прям из нашего солнца. Первое, всем спасибо за то, что с ними собрались. Не знаю, видно меня, нет, меня себя не видно. Не видно, видно. Я хотел сейчас сказать три комментария по тому контенту, который сейчас уже обсудили и задать три вопроса. Первый, то, что Паша как раз упомянул ассистент, это как раз относится к второй части, которую я расскажу. Про него сейчас просто запомните. Паша спасибо, когда делился информацией про то, как вы вношене интегируете. Это классно. И для меня это полезная информация. И вот особенно про этого ассистента. Второе, что сказал Андрей, с LinkedIn-ом какая-то интеграция или что в этом роде. Он получится. Я когда еще жил в Бостоне, мы делали проект, который назывался Connections. То есть на конференции или мероприятия дают визитку, ты сканируешь, она автоматически распознает, парсит текст, и ты можешь нагетовать заметку, заметка транскрабингом из войсов текст преобразуется и сразу же затегируется еще. Поэтому ты тратишь на обработку нового контакта минуты полторы, наверное, а после полной карточки контакта по email пошли через API и LinkedIn и потянули его профиль, потянули его данные и каким-то образом его затегировали из из описания то, что паблик. Это сейчас не будет работать, тогда не работало, потому что в то время LinkedIn закрылся API. И как они сейчас интегрируются с Microsoft и с стеком продукта от Microsoft, то есть долго, вот в Word только-только появилось, это означает то, что они его еще не скоро откроют для разработчиков. Там есть доступ для верифицированных типа Evernote, поэтому скан работает с LinkedIn. Ну вот и все, то есть надо быть Evernote там, чтобы сделать сканер, который работает с LinkedIn. А третье, это как раз тоже комментарий Андрея, что когда ты узнаешь что-то о человеке, то, что не написано в общем профайле, это сближает при знакомстве. Вообще лично для меня это такой уже более профессиональный high-уровень интерадакшена, когда ты знаешь, что двоих людей объединяет, но ты оставляешь это им при разговоре открыть. То есть ты допустим знаешь три части объединяющих людей, две ты указываешь в интерадакшене, которые обосновывают, почему им нужно познакомиться, а третью часть они открывают сами. Ты знаешь, что они откроют. Не знаю, пример, что люди родились в одном регионе, например, в Сибири. Потом это позволит нормально более сблизить людей. А три вопроса следующие. Первый. Зачем нужна личность CRM? Какие цели преследует человек, каждый из вас преследуют, когда говорите о личности CRM, о управлении контактами? Мне кажется, нужно начать с вопросов. Если вопросы грамотно сформулированы, они уже подтолкнут к ответу. На мой взгляд, мы просто сейчас идем в этот новый век со старыми технологиями и говорим в старых зашоренных измерениях про Excel таблицы, про какую-либо другую таблицу, короче, что-нибудь 2D, 2D информация. Про файлы LinkedIn, Facebook можно еще вспомнить. Это все мы говорим то, что это уже есть, но мы не идем дальше. А что было бы, если сейчас Excel не было бы? Как бы люди об этом бы придумывали? Как бы они Invent Excel бы? Это как когда учишься играть на гитаре, что учить? А что Цоя учил, когда не было Цоя? Когда разучиваешь новое? Вот мы сейчас придумываем что-то новое, но опираемся на старое. На мой взгляд, вопрос может быть в машин-леунинге. Потому что все знают, что сейчас машин-леунинг заполняет мир и дип-леунинг это наше будущее. А почему мы сейчас об этом не говорим? Это как раз вопрос почему? Какие цели преследуют? Лично для меня их всего три. Это как раз те три вопроса, которые вначале, когда открыл видеокамеру и снимал. Первое. Зачем мне личность CRM? Оперативно найти нужного человека, либо группу людей, когда нужно. То есть есть какой-то запрос, мне опиратило нужно в своей базе его найти сразу. Второе. Это возможно, но это популярно у людей. Второе лично мое. Мне хочется понимать, каким объемом знаний я обладаю. То есть не может быть не здесь, в движение, есть потенциал знаний, чего можно достичь. То есть до какого знания я имею не знаю одно рукопожатие, два рукопожатия. И третий. Это очень сильно связано с имелем и возможно дип-ленингом. Когда у меня есть конкретная задача, как я ее сделаю. В идеале это вообще по шагам. Грубо говоря, я хочу построить новый автомобиль. Для этого мне нужны такие-то знания, они такие-то у людей, к примеру. Мне нужны такие-то шаги. Если автомобиль это плохой пример, что это сложно, можно что-нибудь попроще. Но цель такая, когда у меня есть какой-то запрос, мне система подсказывает, у кого это спросить. И вообще как это потом достичь. Это коррелирует со вторым, потому что я хочу знать, каким объемом знаний я обладаю. Я и желательно, чтобы эта система еще знала, что эти люди хотят. У меня в Excel, который Андрей упомянул, там есть два столбца. Это описание того, что людям нужно, потребность, у меня называется NITS, и описание, что человек может раздать. И в идеале вот эти два столбца их мерзжить. То есть ты знаешь, что людям нужно, что можешь дать. Резюмирую. ML плюс, мне кажется, графический интерфейс, потому что эти 2D-таблицы сложно для восприятия и отталкиваться от мобилы. Я сейчас экспериментирую, чтобы сделать это через майн-мэп, хоть как-то, именно графически, но это сложно на 2D. Возможно, 3D даст ответ. Это всякие улап-кубы и так далее. Это уже так. Но возможно, до полной реальность будет классно. Потому что она позволит мне уйти с моего экрана телефона, сколько бы там бимов не было, все равно мало, уйти в больший масштаб. И здесь как раз, когда мы, если будет такая сегментация, допустим, по сферам различных людей, ты можешь объединять то, что Андрей сказал во второй части, что вас что-то объединяет, и потом у вас более продуктивных connections получается. Вот ты знаешь, допустим, эти любят сноуборд, эти тоже любят сноуборд. По факту, может быть, Excel-таблица не подскажет, что у них общие интересы, но за счет этого графического объединения, за счет этого пересечения, ты можешь делать нормальные connections. Ну, так что, вот, email наше все, и понимать, каким объемом знаний я обладаю, и желательно чтобы у нас сделать, тебе подсказывал, у кого спросить, когда у тебя появляется какой-то либо запрос, кто-то не сам что-то делал в поиске. Вот, спасибо, замерз. Спасибо, классная мысль, про столбец потребностей и возможностей, и, ну, действительно, надо вопрос задавать, какую цель мы преследуем. Паша немного рассказал, например, про оценку, про оценку активности нетворкинга, в смысле, такой, как бы, тренинговый момент. Сейчас, когда я, например, приложил это на свой практически уже инструмент, я понял, что мои цели как раз скорее ближе здесь к тому, чтобы понимать, что я знаю и понимать, сколько в моем круге людей, которые могут сделать то, что мне может быть нужно. Это интересно. Да, Серег, спасибо за комментарии и действительно думаю, ну, то есть, когда я думаю про продукт, мне кажется, я даже смешно его так назвал Хедай, где в конце AI в домене, что я подозревал, что Machine Learning рано и позже придет в этот нетворк. И я абсолютно согласен, что тот объем данных, который обрабатывается сейчас, словно, у меня в голове, однозначно у другого человека однозначно можно масштабировать еще большего объема информации, которую можно найти от человека в интернете по его профайлу в социальных сетях. Может быть, даже в перспективе анализируя его переписку NLP-шную по мессенджерам его или если в рамках этого приложения будет мессенджер, и там можно будет анализировать эту переписку. То есть, мне даже кажется, что вот я думаю о каком-то продукте, в первую очередь бы фокусировался на одной простой фиче, это Match. Сделать правильный, качественный Match. то есть, то, что я сейчас делаю интуитивно или там на базе этих данных, очевидно мне, что его нужно делать в пять раз лучше и в сто раз больше, ну, грубо говоря. И на базе этого может родиться там некая социальная сеть. Вот. И по поводу того, зачем мне нужно личное CRM, я, наверное, вот только за последние где-то два месяца, когда вот активно курс начал развиваться, там, лиды начали заходить, которые надо, которые надо про курс рассказывать. Я, конечно, столкнулся первый раз в своей жизни с тем, что я начал забывать идей. То есть, я пообщался, проходит 20 минут, и я забыл, с кем пообщался. То есть, до этого, поскольку я занимался только этим, видимо, пропускная способность у меня была выше, то пропускная способность была, и я ее не переполнял. А вот сейчас, как вот я зашел более массовой коммуникации, я начал терять людей и начал понимать тех людей, которые приходят на курсы и говорят, что я забываю. И для меня, наверное, эта штука, почему я и начал, вот, вот, это табличка, которую я показал, это про документацию. Сейчас, как бы, я использую, там, допустим, Google календарь, в котором я начал четче документировать, с кем я пообщался, был это звонок или встреча. И потом, просматривая Google календарь, я вижу, по крайней мере, с кем я общался на прошлой неделе или через две недели. То, что было месяц назад в календаре, я уже вспомнить не могу. О чем это? Ну, хотя бы, там, последние две недели я могу подчеркать. Ну, я не знаю, очень хочется поныть. Google календарь зависает, когда очень много делаешь там встреч, у меня приложение на телефоне реально зависает. То есть, видимо, из того, что я, нестандартная аудитория, которая по 10-12 ревентов ставит на день. И, когда она начинает подгружать, она объяснила. В общем, к тому, что кажется, что календарь и коммуникация являются неотъемлемой частью вот этой системы, которая отличает ее в том числе от LinkedIn. И если эти коммуникации будут фиксироваться в виде фоллоуапа, резюме или просто, как вот мы сейчас разговор записали, да, на видео, и потом будет анализироваться ML, то это однозначно может обогатить систему, повысить качество мэтча и дать пользователям какую-то ревантную сторону. И кажется, что вот если делать такой продукт и в нем будет очень простые какие-то вещи, типа, ну, с точки зрения позиционирования, что ты можешь здесь найти людей, с кем вживую пообщаться и не париться на тему того, что они будут для тебя неприятны или бесполезны. Ну, то есть, как бы, мы гарантируем тебе, что наша система по мэтчу подберет тех людей, с которыми нормально общаться, нормально строить отношения и как бы не надо париться на тему того, что там они не те, не то и так далее. Ну, вот, это все, я, конечно, сегодня все, что я хочу. Друзья, в чате проявитесь, как-нибудь не молчите, скажите, может быть, у вас есть какой-то опыт работы с контактами полезный, даже если, может быть, он вам кажется не очень удачным, все равно будет здорово, если вы расскажете, потому что это всегда помогает. Привет. Привет. Привет, Паш. Привет, ребята. Я просто хотела сказать, что добавить не только про там, забываешь, у меня на Фейсбуке 1600, ну, как бы не очень много, но все равно, 1600 друзей, там, 1000 фолловеров, 1000 контактов в Лентине, они все, 1600 вот эти, они очень классные. Ну, то есть, я не знаю, там, конечно, есть какие-то, которые, с которыми мы тысячи лет не общались, возможно, там, пересечения интересов меньше, но для меня, я понимаю, что, например, вот сегодня или вчера была новость о том, что мой знакомый стал директором ВБИ по развитию всех международных рынков, да, и это классная очень новость, но мы с ним, например, общались последний раз три года назад, да, и при такой плотности контактов довольно сложно вообще, то есть, а когда я начала, там, первый заход к заданию про аудит, да, с аудитом все гораздо сложнее, потому что, в принципе, вот так взять и вспомнить людей, которые вокруг тебя непосредственно сейчас, и круг гораздо меньше. Так, в общем, мне кажется, был бы и моя основной запрос, и основная такая проблема, это как поддерживать в разных кругах вот какой-то софт-контакт на протяжении, ну, я не знаю, хотя бы, да, вот у меня есть огромное количество этих контактов, как их оживлять, наверное, так. Да, я поддержу, я тоже, когда делал аудит, и вот сначала по памяти каких-то людей вспомнил, а потом начал уже просматривать списки, увидел, сколько есть людей классных, про которых я забыл, и я поддерживаю, да, задача такая у меня тоже не смелая. Можно тут тоже опять добавлю, только я не замерз? Видео включать не буду, рука не работает. Когда мы занимались с Connections, проектом, в 2014 году, мы как раз и думали сделать систему, которая, типа, весов, развесовки, то есть поддерживать качество контакта, чтобы, допустим, качество контакта, ты, допустим, с человеком два года не отправляешься, ты ему что-то пишешь, еще хочешь спросить, у него попросить, а он такой, типа, ты кто? Все, вопрос не будет решен. Как поддерживать именно, допустим, не падение уровня контакта, уровня связи с человеком ниже определенного уровня? Например, возьмем шкалу стандартного 100%, чтобы не еще 80%, у тебя не падало качество контакта с этим человеком. Телефонный звонок, допустим, не знаю, там 10 баллов, личная встреча это 50 баллов, к примеру, сообщение в чате, допустим, 5 баллов, что не так угоршено. И система автоматизировано отслеживает, как часто и какого типа коммуникации там была. А потом еще качество самой коммуникации, насколько был качественно сделан звонок. Было, и сейчас, ну уже намного меньше, компаний, стартапов, которые занимались как раз парсингом информации со всех тех ресурсов, которые ты сам подключаешь. Допустим, ты говоришь, у меня такой номер телефона, у этого человека такой номер телефона. И когда ты звонишь, система автоматизирована поменяет, задает карточку. Ну, как обычная CRM это делает. Что ты, да, с этим человеком сделал такого-то типа коммуникации, был такой-то звонок. А ты потом можешь затегировать, у тебя автоматизирована открывается карточка, хочешь ли ты добавить информацию про этот звонок. Ты говоришь, да, мы вот говорили про это, это и это. То система автоматически за тебя еще подметает, то есть чекает твой ресурс. Добавил, допустим, ты тоже сам связался с Facebook, отправил сообщение, то создалась карточка, что ты тогда с этим человеком пообщался через Facebook. Sorry, за лой собаки. Сейчас отойду. Вот. То есть, система автоматизирована за тебя, говорит, когда был последний коммуникаций с этим человеком. Вот я перенес свою таблицу, но чисто два поля, что когда был просто последний даток коммуникации, чтобы она потом сортировалась, что там каждые три месяца, либо каждые шесть месяцев в зависимости от человека с этим человеком говорить. Стартапы, которые этим занимались, они не взлетели. Ну, не один, мы же не один, там сейчас особо так много не пользуемся. Но возможно, именно с того, что это не было машин-леунингом. Там было опять со старыми грабулями пошли этот огород копать. Система так подметала, но как обычно вот есть что сделать, если систему, и сейчас если одним из ресурсов хотите посмотреть, посмотрите на Microsoft Graph, что это вообще из себя представляет. Так пишется Microsoft Graph, PH, Graph. С помощью вот этой системы можно как раз, если вы там разработчик хотите сделать новое решение, там допустим вот хек.ai это будет классно, если допустим это заиспользуют. Это как раз система, которая позволяет из нескольких объединять несколько типов ресурсов, то есть ну да, вы посмотрите, что он может сделать. Но поинт именно такой, что сама система автоматизирована за меня, поддерживает качество коммуникации, следит за моими коммуникациями в сети, своими контактами. Вот. Это, конечно, очень сильно бьется с Privacy Data, но это сделать потенциально можно сейчас с ML. Так что посмотрите граф, MaxoGraph, классная штука. Блин, Серег, не знаю, вот ты когда говоришь про этот автоматический парсинг, меня аж немножко передергивает. Я как-то реально настолько, ну я не знаю, ментально сам против формализации этого процесса. Мне кажется, что человеческий контакт, это в первую очередь что-то на уровне эмоций и эмоционального взаимодействия. И мое мнение, почему эти продукты могут полететь, из-за того, что они как раз пытаются ну типа сделать из нас немножко киборгов. Ну типа мы может и станем когда-то киборгами, но явно не через такие продукты. Это мое личное мнение. То есть я здесь как бы целиком понимаю, что есть люди, которые там формально нетворкинг строят, для них важно количество и так далее. Но, наверное, три месяца назад я бы точно сказал, что считать, и я типа буду опираться больше на свой внутренний отклик. И реально месяц назад я понял, что внутреннего отклика не хватает. Я реально начал чувствовать, что я теряю связь с частью людей. Но вот тема с напоминанием пообщаться с человеком, честно, я типа думаю, что это что-то такое от сатаны, что ли. Ну, сори за какие-то комментарии странные. Ну типа я больше верю, что если у тебя есть база, где ты можешь быстро находить нужных людей, вот, у тебя есть повод с ним пообщаться. А повод пообщаться, потому что тебе упало notification, три месяца с человеком не общался, ну, не знаю, спорно. Мне кажется, в эпоху социальных сетей, вот даже Ольга сказала про Илью Кретову, да, который получил промоушен, я его лично даже не знаю, мы с ним на фейсбуке знакомы, я тоже увидел, что у него промоушен. Ну, я лайкнул, там, может, напишу ему, поздравляю. В смысле, социальные сети дают нам возможность настолько слабой социальной связи поддерживать, что общался ты с человеком, не общался, общался ты с ним пять лет назад. Ну, я считаю, может быть, разницы большой нет, и, как бы, круто иметь повод пообщаться с человеком, ну, то есть, там, не знаю, нужен какой-нибудь фидбэк от человека с eBay. Ну, я имею в виду, что, и при этом повод не надуманный, а реально, когда ты, допустим, трекаешь, там, не знаю, в трейл свои нетворк-задачки и понимаешь, что вот по этой задаче тебе нужен какой-то человек, и имеешь доступ к какой-то системе, где быстро можешь найти всех людей, которые могут по этому вопросу тебе помочь. Вот в такую штуку я очень сильно верю, потому что она просто оптимизирует поиск релевантных людей под твои запросы. Ну, в общем, все. я бы вам обещал, что я на сегодня закончу, но я просто не удержался. Я присоединился. Это классно. Да, сейчас я короткий комментарий скажу, что я вот недавно перешел на автоматизацию appointment-ов через Calendly. И там, ну, то есть там есть несколько уровней, как ты это можешь автоматизировать. Ну, то есть там для тех, если кто не знает, это календарь, это автоматизация, назначение встреч. Это календарь, который можно публично выставить в интернет, он доступен по ссылке, и человек, который хочет с вами связаться, или если вы хотите с кем-то поговорить, и чтобы пройти быстрее процесс согласования времени, можно просто дать ссылку, человек заходит на каждый день, видит доступные слоты, нажимает, и таким образом бронирует время. но там еще есть несколько более глубоких уровней автоматизации. Например, там можно сделать, настроить сообщение, которое человек будет получать за некоторое время до встречи и после разговора с тобой. И вот мне кажется, например, вот эта вещь, она находится на границе между тем, что вы сейчас обсуждаете. Это еще не как бы искусственное напоминание того, чтобы поговорить с человеком, но уже это дело не за нас, часть работы по смягчению коммуникации. Мы можем напомнить человеку подготовиться к встрече, мы можем предложить ему написать темы, которые он хочет с нами обсудить, для того, чтобы разговор был более конструктивным. Мы можем написать письмо, которым мы благодарим, и там еще, может быть, даем какие-то ссылки и материалы. Вот, поэтому мне кажется, что с одной стороны я поддерживаю тебя в том, что должна, на мой взгляд, коммуникация идти от эмоционального желания с человеком общаться, в этом плане я согласен. С другой стороны, ну вот, например, когда навигатор, как робот, абсолютный Эмэль, помогает нам быстрее доехать до человека, с которым мы хотим встретиться, мы нормально как-то мы относимся, потому что он как бы убирает у нас рутину. И в этом плане, если бы Эмэль здесь, ну в смысле, там, какие-то алгоритмы, компьютер, если бы он помогал нам действительно не теряться в этой растущей сети, когда она переходит за те границы, за то количество, которое мы можем удержать в голове, мне кажется, что в этом тоже есть смысл и скорее вопрос в том, чтобы найти, правильно выделить те части, которые мы будем готовы таким образом автоматизировать. Да, мне кажется, знаете, здесь есть термин «Анхенио Вэлли», когда это термин с киборгами, похожими на людей, что когда они похожи на людей, но немножко отличаются, это намного хуже, чем когда они сильно не похожи на людей, потому что когда, ну, знаете, терминология, мне кажется, что вот здесь так же, что имитирую какие-то человеческие социальные действия, у многих людей возникает сопротивление, потому что они выглядят формальными и такими искусственными, и что, в принципе, наверное, речь идет просто о том, что как только либо надо их строго так и позиционировать, типа, как рандом кофе, типа, этот чат-бот, который знакомит вас случайно с человеком раз и делом, а он не позиционирует, что я, типа, подбираю, я похожий на человека, я бот, либо надо делать штуку очень похожей на человека, которая тогда, ну, не вызовет, возможно, ни у кого сопротивления, ну, возможно, есть у кого-то в чате опыт использования Google Assistant, потому что он, по-моему, как раз позиционировался как секретарша, который может позвонить, записать тебя на какой-то сервис или столик забронировать. Кто-нибудь пользовался? За ними вообще не работают. Не работают? Не одни, не вторые, да, не Siri, не последние, как сейчас Google Duplex. Они, ну, они не могут разворачивать разработки по Duplex, потому что они столкнулись поисправивайся и с ограничениями в EU, ну, в European Union. Тут, спасибо, Андрей и Паш, за ваши комментарии, небольшой комментарий к вашим комментариям. Я не говорил про, тут речь не идет про то, что искусственно должно быть, что я должен с человеком поговорить именно с того, что мне на notification пришел. Вообще не про этот разговор. Это комментарий Ольги о том, что у нее там тысяча контактов на Facebook и на LinkedIn. Некоторые контакты она давно с ними не общалась и получается качество контакта связь теряется, связь утончается. То есть, ваш connection с человеком, он в течение времени деградирует, потому что вы давно с ними не общались. То, что наши социальные сети даже поддерживают такого рода слабые связи, вот этого я бы на дискуссию отправил бы. Что если человек, вот наоборот, человек вам интересен и был интересен, а потом у вас еще интересный получился, еще, еще, еще больше интересного. Сейчас Паша рассказывает, сейчас у него большее количество коммуникаций произошло. Просто вы в этом потоке, в лавинном потоке, потом физически с людьми, которые первыми были, вы не общаетесь, потому что суперинтересные люди и потом пошли. Вы бы рады, но оставляете сейчас пока на волю случая, можно сказать, то есть на себя, без какого-то автоматизации. Так вот это, и либо человек, допустим, он как бы есть в социальных сетях, потом он просто как бы перестал писать, женился, ребеночек родился, второй ребеночек, и ему как-то вот не надо там писать и не заходить. Он висит там себя где-то в Телеграм, да и все, больше ничего не пишет. И вы, так как не видите от него сообщение, тоже не комментируйте, связь с человеком немножко теряется. Так вот, поинт как раз, что вы эти связи поддерживаете. Вот и все. Как инструментарий, там просто фильтр, каждые три месяца вот и напиши, это как, не знаю, способ опять же теми самыми вилами копать этот новый огород. Сам инструментарий, который позволит вам вот эти связи поддерживать. Вы, может быть, еще напишите, узнаете столько интересов, что у вас будет суперпойнт для коммуникации, еще и суперпойнт для коннекшн, чтобы его сделать интерадакшн другим людям. И в итоге вы там регнать вот эту сеть, вот эту слабую коммуникацию, вы еще сделаете для своих других контактов. Опять же, это к тому, что я там полчаса назад замерзший рассказывал. Мне лично хочет, зачем мне нужна CRM? Мне лично хочет знать, каким объемом знаний я обладаю, каким потенциалом я обладаю. И вот такого рода инструментарий, который позволит эти слабые коннекшнсы прогнать, это вот еще позволяет мне полно... Короче, знаете, чем я реально обладаю? Понятно я излагаю или уже нет? Ну, в целом, мне кажется, уже... Да. В целом, мне кажется, понятно. И что-то у меня много, кажется, хочется поспорить, но я на себя остановлю немножко. может быть... А я хотела поддержать и сказать, что да, для меня это точно так же. Я, например, своих родственников не всегда многочисленных помню, когда поздравить, но то есть это решается, конечно, Google календарем, но вот я поддерживаю Сергея, у меня запрос точно такой же, потому что там своих очень классных друзей, с которыми есть хорошая эмоциональная связь, но так как там, я не знаю, мы 10 лет живем в разных городах, мы меньше поддерживаем связь. И определить на самом деле среди вот этих там 1600, например, со сколькими реально я могу поддерживать, да, более, может быть, улучшить связи, слабые, может быть, более там сильные связи. Это не обязательно про роботическое, это просто про то, что мы живем в таком мире, в котором классно бы напомнить в разных контекстах про этих людей. Вот, 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 именно я, блин, супер, извините, но я просто хотел то же самое вот сказать, что вот мы все бизнесмены идем вперед и ведем вперед тех, кто рядом с нами. А там родителям давно звонили, там маме и так далее. Вот, я уверен, что те, кто сейчас присутствует в чате, там каждый, не знаю, два-три дня общаются, там звонят родителям обратно домой, неважно из каких маленьких или до больших городов вы родом. Но поинт именно про вот это, что поддерживать коммуникацию, поддерживать те связи, которые сильны. у нас всегда найдется поинт поговорить с родными, но просто в таком асиме данных ты забываешь, может, на второй план ходят, типа, ну это же родные, я и так с ним, там, поддерживаю, там, позвоню в любое время, а оказывается обманчиво. Спасибо. Ох, как хочется с вами поспорить, но я не буду. Давайте вернемся к теме вообще этой встречи, что мы собирались больше обсудить инструменты, которыми мы сейчас можем пользоваться для организации контактов. И вот, по сути, получается, мы обсудили Excel-таблички и Notion. Вот. Если еще есть у кого-то опыт какой-то удобных инструментов, расскажите им, пожалуйста. там, потихонечку начинает выходить, а если нет, тогда мне кажется, что мы по инструментам, что могли, уже обсудили, и тогда надо это выносить, может быть, разработку новых инструментов в отдельный разговор. Антон, ты что-нибудь добавишь, что здесь? Да, я хочу что-то добавить, но, честно говоря, я понимаю, что нечего добавить, или просто усталствовать. Мы просто начали с Пашей накидывать какой-то Castling Journey, т.е., когда ты в мобильном приложении проходишь Mickey Manual, тебе рассказывают, как будет работать сервис, дальше заполняешь краткую анкету о себе, и вот здесь я хотел подумать с вами, то есть у нас есть предположение, что нужен какой-то фильтр для того, чтобы сообщество было такое эмоционально заряженное, делать правильные контакты, правильно общаться и так далее. И в этом Castling Journey нам кажется, что там на каком-то этапе в одном из первых должно быть общение с Пашей, где он рассказывает об аудите связи, о важности этого всего, знакомит, допустим, с координатором. Вот как вы думаете, во-первых, нужно ли проходить какую-то фильтрацию для социальной сети, которая, например, будет вашей записной книжкой и сервисом для новых знакомств, или может быть вы видите как-то по-другому вот вот эту всю историю, потому что мне и Паше кажется, что круто, когда мэчатся правильные люди и пока мы там не создали супер искусственный интеллект, который круто всех мэчит, сам Паша может фильтровать их. Вот такая вот мысль. Что вы думаете по этому поводу? Может быть есть вот какие-то мысли, потому что дальше мы пошли и начали уже угуляться в координатора и чем должен заниматься координатор, какие у него задачи. Соответственно это уже будет до общения с каким-то суперным вортером, например, который знает какие-то базовые основы, которые заложены социальные там супернэтворки не знаем фразы. Может быть другой человек. Но вот круто, когда эти знания уже на этапе дохода нам кажется транслируют с таким бы человеком, с общением с человеком. Я правильно понял вопрос, нужно ли делать фильтр на вход в такой фильм? Да, и фильтр еще такой вот еще и сужать его до общения с человеком. Папас и супернэтворкеров, которые в контексте. Мне кажется, с точки зрения фильтрации, что фильтрация нужна. Во всяком случае, когда я делаю нетворкинг в обе стороны, в смысле, что когда я знаком людей или когда я знакомлю людей, я всегда часть своих контактов ограничиваю, обрезаю, думая об областях интереса, думая об этом возможном потенциале взаимодействия. С другой стороны, мне это кажется довольно сложным вопросом по двум причинам. Во-первых, как мы говорили в начале, есть вот эта сила слабых связей, то есть часто польза от человека или ценность человека, она совершенно неожиданно проявляется, и в этом плане кажется, что фильтрация может обрезать вот этот потенциал слабых связей. А с другой стороны, есть наоборот система безопасности, то есть хочется не сделать человеку или сделать себе контакт, который создает больше проблем. То есть хочется не познакомить с токсичным человеком или не познакомить с человеком, репутацию которого мы не можем проверить. Поэтому в этом плане, мне кажется, фильтрация нужна. И вторая мысль, которая меня сильно изменила мой подход в этом, я раньше фильтровал людей по сфере занятости. Например, у меня в одном кластере были спортсмены, в другом кластере были дизайнеры, в третьем программисты. И в какой-то момент я делал калининг, в котором как раз вопрос мэтчинга и вопрос соединения людей он ключевой. Я вдруг понял, что люди, которые объединяются по принципу одинакового занятия, очень мало могут друг другу дать. Потому что они все этим занимаются, как например чаты, сейчас есть чат силикон правда, чаты предприниматели хотят попасть в дали не обсуждают. У них всех одинаковые вопросы. Поэтому сначала быстро происходит вдохновение, что мы здесь все одинаковые и какой-то перелив информации и быстрое обучение друг другу. а потом это все быстро выдыхается. И я для себя понял, что гораздо долгосрочно ценнее объединение людей и кластеризация по целям. Если люди, например, хотят сделать коммуникацию и нетворки людей проще, как мы сейчас, то как раз важно, чтобы здесь были психологи, дизайнеры, программисты, инженеры, которые могут на этот вопрос с разных сторон посмотреть и сделать решение, которое было бы неочевидно, если бы здесь были люди, которые занимаются одними. Поэтому возвращаясь, мне кажется, что фильтрация нужна, но над ней надо сильно подумать, чтобы она не ограничивала эти слабые связи. И интро-паша конечно было бы полезно, потому что систематизирующий взгляд на область нетворки, показывает почему это полезно, как это может работать. Я считаю, что полезно. На самом деле было информация по поводу фильтрации, что может быть кто-то должен законфирнуть кого-то, причем это должно быть несколько людей, которые дали конфирн, что это человек адекватный. когда мне тогда это очень напоминает закрытый клуб. И конечно надо сильно об этом подумать, поэтому мы выйдем вопрос. Дальше еще у меня есть вопрос по поводу задачи координатора. Может быть вы что-то подкинете какие-то идеи. То есть я выписал для себя, чем может быть координатор полезен, для меня и для продукта. То есть первое это заполнение анкета. Мне кажется, что мы иногда все венимся заполнять о себе информацию и она недостаточно полная. Круто, когда у нас анкета полная так же, как и виседине. Второе это занесение контакта в систему. Это вообще отдельная тема, вы это уже обсуждали. Мне кажется, у меня основное ощущение, что заносить контакт в продукт, который является какой-то записной книжкой, будет лень. То есть это логично их заносить туда, но будет лень. вот тогда как бы пришла мысль по поводу координатора, секретарем, как его можно по-разному называть. Второе, третье это постановка цели по нетворкингу то же самое. То есть у меня есть ощущение, что мы все говорим о цели, что и сам я с этим сталкиваюсь, что мне вот Паша может дать определенные интро и так далее. Зачем мне интро? У меня цели нет, я типа не понимаю, зачем мне это. И как бы приходим к тому, что надо надо цель. Есть цель, есть им. Сразу появляется цель. Но как бы цель люди не ставят себе, из-за этого они не понимают вообще, ну то есть они может быть и курс проходят, и ходят на всякие тусовки и так далее, а из-за того, что нет цели, как-то это все получается впустую. И вот четвертая задача координатора это вот как раз это мотивация на выполнение цели по количеству коммуникаций с новыми людьми. То есть у тебя есть какая-то цель, тебе для этого нужно делать мопортинг. Соответственно, он тебе там раз в неделю как-то напоминает. И у меня, в моем понимании, это не может быть чат-бот или какой-то робот, это должен делать там координат. Вот вопрос такой, может быть, есть еще какие-то функции координатора, или может быть у вас есть понимание, как его органично строить в систему, по продукту и может быть может быть уже кто-то нуждается в координаторе и мы там отдельно подумаем как внедрить этого координатора, который будет на котором на этом человеке мы будем испытывать этого координатора. Вот, может кому-то нужен координатор, это тоже интересная история. Координатор ты имеешь в виду как личный помощник по контактам? Ну, как, да, который будет помогать, там, ну, не помогать, а вот будет выполнять там, по-моему, помогать к контакте и мотивировать себя, достигать по коммуникациям. То есть, наверное, всем он нужен, я предполагаю, может быть, в этом чате все скажут, что он не нужен. я вот сейчас я сейчас занялся работой со своими контактами и я чувствую, что как будто мне нужна помощь дополнительного человека, который будет со мной эту работу делать. Я пока не могу точно описать его функция, но мне кажется, что я бы такого человека хотел. Ну, вот, круто. Я, короче, скину, не знаю, файлик, может быть, не файлик, но, по крайней мере, вот эти задачи координатора, вот, круто будет, если вы там дадите какие-то свои комментарии и как-то мой файлик пошарим, увеличим и так далее. То есть, у меня вообще выписаны мысли Паши, не все, выписаны мысли своих, выписаны немного мыслей, которые у нас сегодня были на собрании. Я попробую дать доступ на редактирование всем и круто будет, если мы там что-то начнем добавлять от себя, вот, если там Паши не против. Вот, мне кажется, что было бы интересно, соответственно, там пройтись по интересному по функционалу, по задачам координатора, по по джорнию, по статусам интро, там, в общем, такой палик небольшой, все еще, зачитать его можно за минуту-две, вот, но потом, может быть, что-то дополнить. Пока-таки ничего. Давайте, предлагаю на этом закругляться. Спасибо Андрею, Серегу, Антон. Мы молодцы, на безбель до конца. Да, ну, всем спасибо, ребят! я еще предлагаю может быть какой-то чатик отдельный. Я думаю, Антон, можем в общем чате со всеми. В общем чате со всеми? Давай, я тогда закину. Все, тогда что-то ? Да, что-то 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 с на Продолжение следует...